Казахстанская Медиа Академия представляет Медиа Репортаж Здравствуйте! Вы смотрите Медиа Репортаж на телеканале Казахстанской Медиа Академии. И с вами я, Алена Шевцова. Читая хорошие книги, ты разрываешь кандалы времени, доказывая, что люди способны на волшебство. Мы находимся в Национальной библиотеке на церемонии премии литературного конкурса Алтын-Калам. Какое же произведение в этом году займет главные строчки в номинации «Лучшая поэзия года» и кто он, автор лучшего романа на казахском языке? Интересно? Тогда вперед! Литературный конкурс Алтын-Калам 2020 проводится уже девятый раз. В этом году приняли участие 408 авторов из Казахстана, Израиля, США, Монголии и Центрально-Африканской республики. Особенностью данного мероприятия является то, что участвовать может любой, вне зависимости от места проживания, возраста и рода деятельности. При этом есть право соревноваться сразу в нескольких номинациях. Итоги конкурса Алтын-Калам 2020 впервые объявили в режиме закрытой двери. В церемонии награждения участвовали только победители и представители СМИ. Книга, которую вы прочитали больше одного раза. Это книга по психологии и тонкое искусство пофигизма, которое учит разбираться в себе и с легкостью относиться к жизни. Я бы советовала ее всем прочитать, тем людям, у которых есть беспокойство. Это «Цветы для Джурнона» Даниэл Кизбул. Я бы сказал, это «1984» Джо Джо Вова. Отличная книга. Какая главная идея и цель этого конкурса? Есть очень много талантливых людей, особенно молодежь. Надо их выявить, определить. И их надо познакомить с обществом, чтобы знали народ, общество, читатели, что у нас есть такие таланты. А то мы останемся в одном уровне. Одни и те же фамилии, одни и те же имя, одни и те же романы, повести. Мы, если будем останавливаться в этом, никакого роста не будет. И в литературе, и в искусстве. Это закономерность. На это помогает этот конкурс «Алтен-Халам» уже более 10 лет. Я очень благодарен организаторам «Алтен-Халама». Каким критерием определялись победители? Например, есть жанр кино-сценарий и драматургия. Можно было, конечно, второе, третье место поставить. Но как в прошлом году, как позапрошлом году, таких уже лучших произведений, я думаю, не было в этом году. Мне очень понравилась эта пьеса «Хуандах Тумимбая». Сейчас это нет комедии, которая критикует наше общество. Мы боимся от критики. А критика всегда нужна. Мне это произведение напоминало ревизора Гоголя. Как вы думаете, в современном обществе трудно быть писателем? Или все-таки, наоборот, сейчас большой полет фантазии можно сделать? Конечно, я думаю, большой полет. У нас сейчас есть очень многие возможности. Очень много, чтобы, как бы сказать, вырабатывать свой талант. Сейчас всюду можно, как бы сказать, да, возможность, чтобы доказать свой талант. Талант, да, конечно, как раньше не сидишь за столом и только сдаешь это в издательствах, например. После этого издается книга, после этого только признается, например, талант. А сейчас, сейчас-то есть очень много возможностей. Поэтому, мне кажется, сейчас надо, именно сейчас надо, процесс должен идти. Сейчас должны это выявить свои таланты, наш молодежь, или, как бы сказать, нераскрытие таланта. Сейчас прекрасная возможность. Согласна с вами, главное трудиться и стремиться к этому. Каково это быть писателем? Это сложно или круто? Это очень круто. Сложность, наверное, в том, что у нас заработать тяжело, будучи писателем. И поэтому вся надежда на социальные сети и на различные платформы, где можно, в принципе, с помощью накрутки, какой-то, я не знаю, прочитываний заработать денег. Вот это сложность только у нас. А вы, как писатель-фантаст, вот представьте, вы как-то проснулись рано утром, и оказалось, что всё ваше творчество, все ваши книги, их просто нет. И как бы вы поступили? Создали бы их заново, или, может быть, начали с чистого листа? Или, может быть, совсем сменили род деятельности? Ужасный вопрос. Это же кошмар. Я бы написала новые. Всё, всё, что у меня есть, это я могу писать. И вряд ли я создам то же самое. Скорее всего, я пойду дальше и буду писать новые рассказы и книги, потому что это всё, что я могу делать хорошо. Здорово. Где вы черпаете своё вдохновение? И бывают ли у вас моменты, когда перед вами целыми неделями лежит чистый лист? Первый вопрос, где я черпаю вдохновение, наверное, в реальности. Я могу пойти, я не знаю, в супермаркет, и там кто-то будет резко отрывать пакет от пакетов, и у меня сразу же будет в голове рассказ про то, как сумасшедшая женщина рвёт пакеты и становится каким-то монстром после этого. Сложные моменты творчества — это те дни, когда я начинаю сомневаться в том, что я писательница. Но это нормально. В общем, я могу неделями ходить и думать о чём-то другом, и потом сесть и написать отличный рассказ. Но и тогда я понимаю, что оно того стоило — неделями ходить и думать о чём-то другом. Так что такое бывает очень часто. Здорово. Вы пишете фантастику, и на каких сайтах или на каких платформах можно найти ваше произведение? У меня есть свой канал на Яндекс.Дзене. Также он Светлана Люльчак, рассказы, по-моему, так звучит. Также у меня есть в социальных сетях страничка — это там Facebook, Instagram, ВКонтакте. Также у меня есть подкасты ВКонтакте, где моя бабушка читает мои рассказы, у неё отличная дикция, поэтому это очень здорово звучит. И мои друзья тоже помогают мне с подкастами. Вот. Фикбук есть тоже. Так что, да, вот, по-моему, все мои странички. Вы можете там всё найти. Спасибо вам большое. Ещё раз поздравляем вас в победе в номинации «Лучшая фантастика» и «Детектив года». Удачи вам. Пожалуйста. Мы очень рады, что в тяжёлые и непростые времена литература не теряет своих позиций, что литература остаётся с нами, что литература остаётся навсегда. Хотелось бы сказать, что детская литература, литература очень специфическая. Комиксы и фильмы «Лучшая фантастика» никогда не потесняют книгу, и интернет, кстати, тоже никогда не потесняют настоящую книгу. Книга будет всегда, она была практически всегда, она есть и она всегда будет. Да здравствуйте, литература, и огромное спасибо организаторам конкурса. Как по вашему мнению, что лучше, современная литература или всё-таки классика? Классика, она в любом случае остаётся классикой. Это важно для развития своего словарного запаса, обогащения внутреннего. Но насчёт современного, я хотела бы сказать, что важно читать именно книги для развития личности, психологии, саморазвития, и желательно совмещать. Но, конечно, нельзя отвергать классику в целом. Классика или всё же современная литература? Ну, в любом случае классика, мне кажется. Там были довольно... Все идеи, что как бы сейчас пишут, что это всё повторяется, уже давно придумывалось. Классика или всё же современная литература? Я больше предпочитаю классику, да, вообще. Особенно я люблю английских писателей, таких как Луиза Мэй Олкотт или там Джейн Остин, что-то в этом роде. Что удобнее, читать в электронном формате или всё-таки в печатном варианте? Ну, конечно же, в печатном. Это как-то более по-настоящему, можно сказать. И ощущаешь вообще другие эмоции, когда читаешь книгу в печатном варианте. Всё-таки электронный, потому что в электронной версии ты можешь читать её в любом месте, в любое время, отслеживать, сколько ты прочитал. Это наиболее удобный вариант, мне кажется. Мы посетили церемонию премии литературного конкурса «Алтын-Калам». С вами была Алена Шевцова. Читайте хорошие книги. До новых встреч.